Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Субтитры сделал DimaTorzok Кинокомпания «Недокновка» и Blizzard Entertainment представляют Counter-Strike Global Warface Или первые плоды системы модификаций. И что, реально Counter-Strike получился? А то ты не видишь, Капитан Очевидность. Полюбуйся просто. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность, Алоха, братишка, красавчик и Counter-Strike Global Warface. Вы уже видели, как ютуберы продемонстрировали вам систему модов, так сказать, in action, в действии. Болтовка, которая превращается в Товор СНР. Товор СНР, к которому тоже почему-то добавили моды. Видимо, не баг, а фишка. Надо будет затестить потом. Люди, которые бегают со скоростью гоночного болида, а мансуют так, что попасть в них, наверное, не сможет даже Капитан Динго. Именно с этого система модификаций и начала свой, я чувствую, очень легендарный путь. И, собственно, об этом я говорил, друзья. И говорил, по-моему, буквально в прошлом ролике или пару роликов назад. Я сказал, что, блин, ребят, ну нифига вы не сможете их сбалансировать. А я говорю, ребят, всё нормально, не бомбите, всё сделаем. Ну и результат вы видите. Конечно, в таком виде всё это не попадёт на лайфсервер. Однако, надо быть реалистами и понимать, что если даже что-то улучшить, что-то пофиксить и поставить на сервер, то всё равно какая-то имба однозначно всплывёт. Это только вопрос времени. И причём, это будет только начало. Ну и давайте к делу. Я решил тут поиграть в Counter-Strike. Я оценил новую систему модификаций и поставил на новый же АК-74У, который сам по себе, в принципе, изначально, даже сказать, из упаковочки, весьма неплох, по моему мнению. И я понял, что можно сделать Counter-Strike. С помощью модификации можно развить точность от бедра до такого уровня, но это была теория, что, в общем-то, прицел входить особо не потребуется. И я это реализовал. Получилась вот такая сборочка. Установив моды, я решил протестировать оружие на полигоне. Перфекто! О таком мы могли только мечтать. И то в страшных снах, в кошмарах. Оставшись довольным, я отправился на мясорубочки. И сборка ни в коем случае меня не разочаровала. Хэдшоты, серию бить. И даже пару мозголомов удалось поставить, когда комната была почти полная. А в чём смысл этой сборки? Урон-то маленький. Капитан Очевидность, урон тут, представь себе, не главное. Да, друзья, в этом случае вся фишка этой сборки не в уроне. Да, действительно, урон 72 это немного, хотя, как видите, хэдшоты летят. Здесь вся соль в том, что тебе не надо входить в режим прицеливания, в АДС. Вообще не надо входить. Ты просто стреляешь от бедра. И если дать человеку, который прямо, ну, очень хорошо стреляет от бедра, там, имеет богатый опыт где-нибудь в Контер-Страйке, либо любому человеку, который нормально играет и он потренируется, то получается не очень справедливая ситуация по отношению к другим игрокам. Пусть у другого игрока будет более хорошее оружие, с более хорошим уроном, даже более хорошим зумом, но он проиграет. И произойдёт это по той простой причине, что он выходит, он видит, реагирует на это, нажимает правую кнопку мыши, прицел открывается, он наводится, он стреляет. То есть это целая череда таких, знаете, действий, навыков, то есть это реакция, то есть среагировал на это, открыл это, начал только стрелять, и только потом будет результат. Да, это происходит быстро, но у человека, который стреляет от бедра, это происходит ещё быстрее. Те же хитрости, что в Контер-Страйке. Он всегда выходит примерно так, чтобы его прицел, в случае чего, оказался на противнике. Когда он видит противника, он просто нажимает левую кнопку мыши. Кстати, в голову, по большому счёту, если так хорошо подумать, целиться не надо. Пока твой противник будет ходить в прицел, он уже умрёт. Да, меня просто поражает, почему разработчики не провели какие-то, не знаю, закрытые супер ранние тесты сами. В чём смысл вообще системы модификации, если она полностью нафиг убивает привычные родные механики игры? Зачем? То есть ты, как и все, предлагаешь отказаться от этой системы. Капитан, очевидность, я не предлагаю ничего убирать, ничего отказываться. Я предлагаю делать с умом, как я уже говорил, оставьте одну ячейку модификаций для оружия. И, собственно говоря, всё, больше ничего не надо. Сами моды можно тоже и желательно изменить, какие-то слишком имбовые пофиксить, какие-то слишком слабые можно чуть-чуть апнуть. И, в общем-то, на самом деле можно везде убрать негативные эффекты. Чтобы у пушки был один только перк, как это, например, есть в Call of Duty. То есть ты берёшь пушку и ставишь на неё только один мод, только один мод можно поставить там. Допустим, тебе не хватает на пушке урона, поставил там плюс 5-7 урона. Тебе не хватает темпа на 12-м калаше. 12-й калаш прекрасен, ему только бы темпа накинуть. Ну и, соответственно, нашёл мод какой-нибудь крутой достаточно и добавилось там 30 темпа этому калашу. Всё, замечательно, больше ничего не надо, не надо ничего придумывать. Зачем это всё? Та система модификации, которую мы видим сегодня, это просто, ну, самый простой способ вообще нахрен полностью сломать игру. И на ПТС это уже произошло. Перков типа скорость движения боков или темп стрельбы для снайперской винтовки болтовой, такого вообще быть не должно. Ну это же бред. А комплекты, которые позволяют стрелять через всю карту, из автоматического оружия, от бедра, да при полном отсутствии какого-либо рандома нормального разлёта, да и отдачи, это, ну, извините, просто бред. Это всё равно, что в Counter-Strike добавить подкаты, убрать отдачу, и тогда это станет какой-то гибрид Warface'а и Crossfire'а. Но вообще-то люди пришли играть не в это. И тут ещё один встаёт вопрос, по идее это не тема этого видео, но, блин, мне кажется, сейчас у всех ютуберов должны выходить видео с этой темой, с самой главной. Разработчики, локализаторы, вот просто задумайтесь и ответьте себе честно на один вопрос. А чем ли вы вообще занимаетесь? Извините, но какая нафиг система модификаций? Какие нафиг карты 2.0? У нас РМ, который давным-давно не менялся, и менялся он только в худшую сторону, отчего игроков бомбило и многие ушли. У нас нет никаких больше соревновательных режимов, кроме этого РМа. Многие люди просят вас, соло-соревновательный режим там, на выживание допустим, какие-то очки и что-то зарабатывать. У нас система кланов времён мамонтов, она не менялась практически вообще за все эти годы. У нас давным-давно нет никаких экспериментальных интересных новых режимов. У нас давным-давно нет по-настоящему интересных новых карт. Те, которые вводятся, ну, как правило, на них особо не играют. Исключением, пожалуй, является, может быть, пагода. И всё. У нас, в принципе, в игре ничего не происходит. Зато интерфейс переделали уже несколько раз. Добавили безумно нам нужные контракты. Ввели, конечно же, тонну доната и подвезли новую экспериментальную систему моды. И я скажу вам так. Моё мнение не как ютубера, а как вот обычного рядового игрока таково. Вы явно занимаетесь не тем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok